Представьтесь, 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 сотрудник, вы не имеете права все руками меня трогать, обратно вернитесь, вы ко мне подошли, представьтесь, обратно вернитесь, обратно вернитесь, обратно вернитесь, я вернусь обратно, я вернусь обратно, я вернусь обратно, вы можете представиться. Привет, друзья! И вчера, как вы знаете, проходили у нас протестные акции 23 июня. На проспекте Сахарова акция была согласована и посвящалась она поддержке Ивана Глунова, поддержке всех журналистов, которые сейчас арестованы, находятся в СИЗО, либо отбывают наказание по сфабрикованным уголовным делам. Чтобы противодействовать этому, общество вышло на митинг, пришло на самом деле не особо много народу. Сейчас все увидите. Большое спасибо за трансляцию этого всего Борису Иванову, а также телеграм-каналу Автозак Лайв. Подписывайтесь, ссылки все будут в описании. Ну все, смотрим, что происходило на проспекте Сахарова вчера 23 июня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо Спасибо Больше года хожу Прокуратура Во всему органу Одесские идут Прошу общественность Народ Помогите Мне говорят Не видно на видео Кто его бил Видео есть у меня Все 12 часов 6 часов его мучили Забрали в 3 часа Ночи с 4 на 5 мая В 18 год Привели в камеру Только в 9 часов утра Избита Проломлена голова У меня есть снимок Снимки есть Если нужно Покажу Как голова проломлена Ждали до тех пор Пока он начнет умирать Чтоб он не сказал За что его били Оказывается Перед этим В апреле месяце За 2 недели Его забирали Как пробная Забрали и спили Он сказал Что с нему побои Они сказали Будь мужиком Но не его выпусти Через 3 недели Он его забирает И он не сказал Пожалел Мать Он думал Что он меня Не сказал За что его Ждал Что его слова заберут Не говорил никому Он знает только Друг его Что он был забран Что он показал У него побои На теле Пожалуйста Общественно Помогите Мне показали По компьютеру Что сын был Избит Был побои Они пишут Я не брала Это же свидетельство Фальшивое свидетельство Что он умер От переохлаждения Хотя был забран Написали Самовызов Что он Без сознания Вызвал Скорую помощь Его забрали Через час он умирает В больнице Скорую помощь Прошу Помогите За что Здесь Здесь Замешаны Большие силы Большие деньги За что А Плешаков Михаил Алексеевич 85-го года рождения Второй сын В Ростове-на-Дону Плешаков Андрей Алексеевич 74-го года рождения Сын был шофер Он сюда приехал Честно работать Делал его за сына От войны Потому что он не мог воевать Он не мог убивать Он тесно работал Почему его здесь убили? За что? Люди помогите За что убили сына? А я Представьтесь 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 Сотрудник Вы не имеете права Все руками меня трогать Представьтесь Вы ко мне подошли Представьтесь Обратно Вернитесь Представьтесь Обратно Вернитесь Молодой человек Я вернусь Обратно Я вернусь Обратно Вы можете представиться Майор Минино Вот, друзья Запомните это имя Утекают в Шиес И травят людей там А местные жители Местные жители Очень хорошо знают Что следующая станция После Шиеса Руками не надо трогать Вы вообще Как разговариваете? Номенклатура Хочет превратить Всю нашу Уважаемые граждане Митинг закончен Просьба освободить Проезжую часть И открыть движение Автотранспорта Подожди Подожди Уважаемые граждане Митинг окончен Просьба освободить Проезжую часть Для открытия Движения Автотранспорта Отмечу, что свобода Массовой информации В любой стране мира Это очень важная вещь СМИ называют Четвертой властью Именно потому, что СМИ Раскрывают Саму суть Раскрывают иногда Преступления Да зачастую Раскрывают преступления И власть имущих И глобальные Обманы людей И глобальные Обманы населения И если честных И порядочных журналистов Которые именно Не поют Сиренады Путину И же с ним Да Будут сажать Так закрывать И народ На это будет просто смотреть Просто вот так вот Наблюдать за этим всем То никогда такого общества У нас не будет Вообще гражданского общества У нас не будет И никогда у нас не будет Ни нормальных дорог Ни нормальной экономики Ни нормального президента Не знаю Ни нормального правительства Ничего нормального у нас не будет И уровень жизни населения Будет неуклонно падать Поэтому таких журналистов надо поддерживать как угодно, выходить на улицы, ставить лайки, репосты, распространять информацию, говорить про них всем знакомым, друзьям, родственникам, родителям, всем кому угодно. Напоминаю, что некоторые из таких честных и порядочных людей, в том числе и журналистов, будут избираться у нас в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года, а именно это у нас по 25 округу, это у нас Андрей Орел, Марина Печатники, кандидат от КПРФ. И у нас от 19 округа это Вишнякина, Вагиреева и часть Ивановского, это у нас Олег Шереметьев, также от партии КПРФ. Мы рекомендуем вам голосовать именно за них от нашего движения, от нашего канала. А самое главное, друзья, чего следует добиваться этими протестными акциями, это наказание для преступников, которые подбросили наркотики Ивану Голунову. Именно по этой же статье, по которой хотели судить самого Ивана, нужно судить и этих бандитов, не побоюсь этого слова. Потому что только бандиты подбрасывают другим людям наркотики и пытаются их обвинить заведомо невиновных в совершении преступления. Напоминаю, что на текущий момент никто из сотрудников полиции, оперативников, следователей, не привлечен ни в качестве подозреваемых, ни в качестве обвиняемых по данному уголовному делу, а также их действия не квалифицированы по иным статьям Уголовного кодекса. Ну что, друзья, вот так вот у нас прошли протестные акции 23 июня в Москве на проспекте Сахарова. Акции были согласованы. Ну а вы пишите, что думаете об этом в комментариях. Обязательно оставляйте несколько комментариев. Нажмите лайк, распространите это видео в соцсетях, а также подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал, группу ВКонтакте, ссылки в описании. А также, как я уже говорил, подписывайтесь на канал Бориса Иванова, а также на телеграм-канал Автозак Лайф, который нам предоставил часть материалов, которые мы вам сегодня показали. Так и не забывайте голосовать за наших кандидатов на выборах 8 сентября в Московскую городскую думу. Информация была в начале видео о том, кто это. Это у нас Андрей Орел, 25-й округ, Марина Печатники. Это у нас 19-й округ Вишники, Новогиреево и часть Ивановского. Это у нас Олег Шереметьев. Голосуйте за них, если хотите, чтобы у нас жизнь как-то улучшилась в Москве локально. Ну и вообще, голосуйте за независимых честных кандидатов и защищайте честных и независимых журналистов, которые проводят свою деятельность в разных абсолютно полях. Но если вы видите, что человек именно борется с нарушениями законодательства, его надо поддерживать, как я считаю. Прошу присылать видео о вопиющем беспределе управляющих компаний, ментов, мусоров, кого угодно, чоповцев, охранников, контролёров, продавцов магазинов к нам в Телеграм. Ссылка будет в описании. Телеграм называется Павлик Ситизен. Мой личный Телеграм. Присылайте туда самые вопиющие видео. Опубликуем или поможем вам чем-нибудь ещё. Всё. Спасибо за внимание. Всем пока. Всем удачи. Боритесь за свои права.